Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хавата Либавот. У нас идет сейчас 28 занятие. Мы находимся на 98 странице, ворота вторые, называется «Познание». Снова речь у нас идет. И в этих вратах мы, видите, уже много занятий тут находимся. В попытке пробудить наше сердце, обратить внимание на все добро, которое Творец оказывает нам со всех сторон. Пытались это обсудить со всех сторон. Вот добрались мы сейчас до следующего, чего явно должно произвести нас в большое пробуждение. Но, скорее всего, не всегда то, что мы замечаем. Обращается нам и Рабейн Убахья и говорит, ну, теперь давайте обратимся к силам души таких, как разум. Теперь давайте посмотрим. Оказывается, есть еще что-то, на что надо обратить внимание. Разум, дарованный всех живых созданий, одному только человеку. Мы не будем говорить о полезности их для обслуживания потребностей тела и управления его движениями, ибо полезность – это очевидно, и, может быть, укрыться лишь от глаз человека с нездоровым мозгом. Остановимся лишь на тех духовных ступенях, которых мы постигаем посредством нашего разума. Они весьма многочисленные. Давайте тут, может быть, то, что в те времена было, по-видимому, очевидно, а не очевидно укрыться лишь от глаз может человека с нездоровым мозгом, как тут переведено. Давайте все-таки нас попробуем тоже посмотреть. Человеку дан разум. Так как разумение этого разума исходит из самого разума, то, по-видимому, последнее, что человек вообще замечает этот сам разум, что он им обладает. Почему? Потому что все остальное мы понимаем разумом. Значит, тот факт, что у нас есть этот разум, это не так заметно. И, тем не менее, разум – это то, что делает человека отличным, естественно, от всего другого мира. В принципе, это основное, что есть. Основное, что есть у нас, в принципе, это разум. Вообще, у человека, если мы говорим о человеке, а не биологических роботах, как кто является животным, это разум. Разум нас отличает, так и считается. Homo sapiens, да. Единственное, что у нас подчеркивается, что он человек говорящий, говорящий, можно говорить, только обладая разумом. То есть, это еще более высокая ступень. Мы могли бы обладать разумом, но не могли бы говорить. Такое тоже в теории, в принципе, возможно. Но мы обладаем и теми, и другими. Дальше он будет говорить, естественно, и о речи, как вы понимаете, сразу же после разума. Итак, разум. Разум – это основа всего. Основа всего. Почему? Потому что разум, он единственный, который может установить во всех душевных силах, которые есть у человека, направление. Он единственный, который может указать, в какую сторону идти, куда стремиться, определить себе цель. Это самое основное, что есть в целесообразном существовании человека. В принципе, разум – это основная функция, которая есть в человеке – это разум. Если человек, он лишится разума, становится как животное. Не считается вообще как человекообразным. Разум – это то, что позволяет видеть будущее, предвидеть, не давать, повторять ошибки. В скобках заметим очень интересное явление. Человек неразумный, он всегда страдает. Обратили внимание, всегда есть проблема. Откуда у человека есть проблемы? В основном, которые он сам порождает самому себе. Откуда они появляются? Потому что он ведёт себя неразумно, но только он понимает уже после того, как. Ай-яй-яй, снова повёл себя неразумно. Но если бы разумом мог бы пользоваться до того, как, а не после. Кстати говоря, если он пользуется после, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Это не помогает сильно, но это тоже уже какое-то достоинство. Но желательно, чтобы это всё-таки было до того. Люди, которые с такой понятия наступать на грабли. Слышали такое? То есть человек снова делает ту же самую ошибку, снова делает ту же самую. У него же есть разум, который может позволить это предвидеть. Почему же вы не использовали его для того, чтобы избежать снова наступить на то же самое, попасть в ту же самую ситуацию, на те же самые грабли, и снова больно и себе, и всем остальным. Что говорить? Разум – это основа всему. И вот он говорит о том, что мы об этом не будем говорить. Это ясно, очевидно о том, что он полезен. Почему он полезен? Потому что он открывает нам цель, он даёт нам возможность осмыслить своё существование, для чего я живу. Без разума вообще ничего нет. Иначе мы будем просто животные. Животные не мучаются смыслом своего существования. Ни одно из животных не напишет эти строки, чтобы не было мучительно больно за прожитые годы. Ну, ни корове, ни быку, ни шипанзе сам, самый высокий. В голову такой не придёт. Человек хочет прожить, чтобы не было мучительно больно за прожитые годы. Только человек хочет прожить. Кому это? Это разум, который обязывает его разум. Всё вертится вокруг разума. Если человек оттачивает свой разум, то жизнь его, по мере того, как он его оттачивает, очищает, так и мир становится более ясным и ясным. Всё меняется вокруг. Чем менее он оттачивает свой разум, то есть вообще не занимается его развитием, то жизнь вокруг, она всё более такая, знаете, аморфная и блеклая. Всё приблизительно. Всё вот, может быть, может так, может нет. То есть, когда разум сдаётся и побеждает его противник, то самое воображение, то человек начинает жить просто, он живёт. Но он живёт действительно, как и все остальные биороботы в мире. Фантазии, воображение, всё. Жизнь проходит точно так же. Живёт те же самые 70-80 лет. Но, в принципе, основную функцию, которая есть в нём разума, он не используется. А что же говорить, он говорит, управление его движениями, вообще не замечаем. Кто-то вообще обращает внимание на то, что наш разум способен руководить нашим телом. Кто попадёт, не дай Бог, вот, не дай Бог, он просто придёт в больницу посмотреть, что бывает. Бывают там разные ситуации. Щитух, я не знаю по-русски, как это сказать. Паралич, паралич. Паралич, вот, голова работает 100%. Подними руку, не поднимается. Ногу вообще не чувствует. Ничего не делает. Мозг даёт команду. Тело не слушается вообще, нет никакой связи. Мы совершенно не обращаем внимания, что в какой автоматизм мы доходят, что мои желания разумные, они тут же телом выполняются. Нам кажется, это само собой разумно. А что бы вы хотели бы? Если человек хотел, то он сказал, что это, мы так должны быть. Если у тебя разум, как качество, это очень хорошо. Вы видите, что оно ещё может руководить телом. Надо тоже обратить внимание, какое добро оно есть. Поэтому разум может пробудить какое-то желание, он захочет двигать нас к какой-то цели. Но разум сам по себе, он без тела совершенно недееспособный. Он не может ничего конкретно осуществить. Ему действительно нужно вот это тело с этими необыкновенными приборами под названием руки, с тонкими пяти пальцами и так далее, чтобы осуществить много-многих дьян вокруг себя, умение ходить, умение брать, умение передавать и так далее. Благо великое, которое Творец с нами сделал. Надо и на это обратить внимание. Это то, что он нам в первую очередь указывает. То есть, об этом даже речь не идёт. Об этом даже не речь идёт. А о чём же, да, речь идёт? Остановимся лишь на тех духовных ступенях, которых мы постигаем посредством нашего разума. Нашего разума. В принципе, вопрос, который сейчас он рассматривает, он рассматривает. А вообще, в принципе, вот разум у нас есть, да. Ну, кроме того, что, как мы перечислили, он руководит телом, помогает нам в жизни и всему прочему. Для чего он предназначен? Для чего разум предназначен? Для чего разум предназначен? Тут очень важно заметить одну важную деталь. Когда мы говорим о разуме, то у мудрецов есть интересное понимание этого. Они говорят, что есть разум, условно говоря, детский, и есть разум взрослый. Что это значит? Детский разум, мозг такой детский, это значит недоразвитый. Относится ли он к детям? Естественно, что в первую очередь это относится к детям. Единственное, что человек может прожить всю жизнь и до чуть ли не 120 лет, и остаться на уровне детского восприятия мира. В чём оно выражается? В том, что у человека есть возможность воспринимать мир такой, какой он есть. Это чувственное восприятие мира. Все люди отгладают. Все как один. Любой ребёнок взрослеет и так далее. Он воспринимает мир такой, как есть, он способен контактировать с людьми, понимать, адекватно себя вести и так далее. Мир такой, какой он есть передо мной. Но оказывается, есть ещё понятие, называется как бы взрослые, взрослые мозги. Чем они отличаются от этих маленьких, недоразвитых, а эти развитые взрослые, чем они? Они действительно способны предвидеть будущее. Дети, обратите внимание, они живут в настоящем. Им хорошо сейчас, довольны, отлично, не капает. А вот что будет через год, через два, мягко говоря, особенно их не волнует. Это пусть заботятся о маме с папой. Порой бывает, что взрослый человек, он живёт, и когда он вырастает, у него мама с папой уже ушли в другой мир, он не может от них полагаться. Так его вся жизнь, она проходит. Она проходит в чём? В том, что он живёт, вспоминая прошлое, да, о том, что случилось, как случилось, переживает за прошлое. Как-то барахтается в настоящем. И в основном живёт в страхе о будущем. В принципе, на первый взгляд, ну, и то, и то, и то. Не-не-не, это всё маленькие мозги. Это всё маленький человек, который живёт в том мире, который перед ним. Мир руководит им. Как? В отличие от этого, у кого есть, то, что называется, мозги большие. Они позволяют посмотреть на мир по-другому. Не прямо, вот, что называется, перед носом, а сверху вниз увидеть общую картину. Для этого требуется, требуется то, что, условно говоря, у нас условно называется абстрактное мышление. То есть, не только в таком, в таком смысле, что вот абстрактное мышление, понимание формальной логики, математики или тем, в принципе, способность осознать мир, понять, философская мысль общая, понять мир вообще, как работает. То есть, соотнести общее целое с частным. Не видеть себя только в центре мира, а наоборот, видеть весь мир и себя как часть него. И, соответственно, делать выводы совершенно другие по отношению к своей жизни. Видеть себя совершенно по-другому. Видеть, как будто я нахожусь сверху и смотрю вниз, и там я себя вижу как часть всего целого. То есть, выйти из состояния этой эгоцентричности и видеть себя вообще как часть целого, всего мира. Это другой мир раскрывается. Когда человек, он находится с этими мозгами маленькими, которые у него есть, то такому человеку пойдите, расскажите ему что-то о Творце, о Духовности. Вы ищите истину, помните? Он не понимает, о чём вы говорите. Просто не понимает, о чём речь идёт. То есть, может быть, если он ещё учился в институте, он захочет поддержать разговор. Почему? Потому что, ну, если уже говорят, то чего не поговорить? Но, в принципе, по-настоящему, о чём речь идёт, даже проблем, он не понимает, чего не хватает. Не хватает этих самых мозгов, этих мозгов, которые у нас называют взрослых, которые способны видеть всю картину, способны предвидеть будущее, способны нести ответственность за свои поступки, способны направлять человека в нужное направление, вести его, заставлять, обязывать. Другой вид мозгов. Так вот, он, по-видимому, иначе мы ничего не поймём, он имеет тут в виду о том, что касается простого существования маленьких мозгов. У нас и речи не пойдёт, и так всё должно быть ясно и понятно. Это наша обыденная жизнь. А вот о той самых больших мозгах, которые у человека должны быть, потенциал находится у всех, надо его только вытащить из себя, заставить. Для чего он? Для чего вот этот потенциал необыкновенной вот этой разумности человека, его творческих способностей, для чего он дан нам? Для чего Творец дал нам? Это надо выяснить. И вот он сейчас входит, и вот раз три, говорит нам, и много ступеней, я выделю вам три, которые есть. Итак, для чего мозги нам нужны? Для чего мозги нам вообще? То есть, разум человека за мозгами. Имеется в виду разум. Для чего разум нам нужен? Ну, выйдите на улицу, спросите людей, у которых эти маленькие мозги не поймут, что вы спрашиваете, не надо нас спрашивать. Стало дешевле, дороже, понимает. А вот разум это не понимает. Для чего человеку вот эти большие мозги? Для чего ему вот этот разум абстрактный? Для чего ему вообще творческий способ? Для чего вот такое человеческое достоинство, выраженное в разумности? Для чего оно ему дано? Снова мы исходим из стаистической позиции. То есть, мир есть Творец, он сотворил человека. Основное качество – это разумность. Для чего он ему дано? Ну, выходим на улицу и спросим, найдем одного, которого думающего, предположим. Что он нам ответит? Ну, как вы думаете, что он ответит? Все, он ответит, для чего нужно? Очень хорошо. Что человеку необходимо? Человеку необходимо развивать этот мир. Действительно? Человек пользуется разумом для чего? Для того, чтобы, в принципе, овладеть этим миром. Овладеть этим миром. Сейчас мы дойдем до этого. Оказывается, это действительно ступень. Но тут, скажем, одну интересную вещь, может быть, чтобы мы ее не забыли, если уже она мне вспомнилась. Интересная очень вещь. Действительно, человек, обратите внимание, вся его жизнь, его разума, она направлена на то, чтобы контролировать, для того, чтобы вести, для того, чтобы быть предводителем этого мира. Все верится вокруг разума. И этот разум, он способен, в принципе, этот разум, он способен все остальное себе подчинить. И не только подчинить, но еще и использовать. Это очень интересная мысль. Обратите внимание. Разум подчиняет и использует, в первую очередь, свое тело. Но это ему дано как инстинкт. Это не достоинство его разума, что он этому преуспел. То есть, уже видим эту картину, властвование разума, оно уже находится в самом человеке. Но давайте посмотрим вне его. Мы увидим, что действительно человек научился властвовать на всем, что есть вокруг него. И как в Тарее написано, изначально так оно и было запланировано. Все творение шло для того, чтобы человек мог управлять и властвовать всем миром вокруг. Все было создано для человека. Поэтому человек сотворен в самом конце. Обратите внимание, на что это подобно. На подобно как бы центральному событию в жизни молодой пары. Они женятся, верно? И заказывается зал. И там в этом зале есть тысяча приглашенных. Представьте, сколько столов должно быть, сколько еды должно быть приготовлено, сколько музыка, фотографы, все прочее там, все надо, подсветка, все это. Сколько вкладывается сил. Потом люди приходят, потом официанты там бегают. Все это. А где жених с невестой? Если их нету, все бессмысленно. Все выкинут, все разойдутся, выкинут в урну. Как только появляются жених с невестой, а значит, вот они те, для которых все это было. Точно так же весь мир, все творение, оно шло постепенно. Для чего? В вене сверения человек, появляется человек. Вот для него, в принципе, все и сотворено. Значит, он тот, который должен всем и руководить, и властвовать всеми. В Таре так и написано о том, что вот все, весь мир сотворен для себя, властвуем. Да? Лердот. Надо как бы управлять всем этим миром. И человек с успехом это делает. То есть, заняло много времени. Довольно-таки много времени. Но вот прорыв произошел лет 300 назад приблизительно, отсюда и дальше. Ну, научно-технический прогресс, просто невероятный который. Действительно, позволяет нам и властвовать над миром, и использовать ее своих целей. Поэтому вопрос, который тут был поставлен. А для чего нам разум? Он кажется очевидным. Хо-хо! Мы будем использовать его для чего? Для того, чтобы властвовать над этим миром. Какой ответ мы получаем от Рабейну Бахи? Он говорит, нет. Это ответ, который на самом деле тоже существует. Но в порядке приоритетов он не находится на первом месте. Может быть, стоит тут заметить, в преддверии Хануки. Известна тема противостояния эллинистской культуры и культуры еврейской. То есть, есть много там самых разных возможностей рассмотрения этого противостояния. Одно из них, в принципе, это было, а для чего нужно пользоваться мозгами? И чего разум дам? И, в принципе, с тех дней и до наших этот спор продолжается. Почему продолжается? Потому что сегодня не стоит этот вопрос точно так же остро, когда представим себе, что молодой человек с большим академическим будущим, способный, решает в один прекрасный день пойти вместо этого вешиву. Представляете? Удивление его мамы с папой, воспитанной на полной авторитете академического мира, и тем более эта еврейская мама, приехавшая оттуда, и даже и тут, которая для неё, вся жизнь, успех ребёнка зависит всего лишь одно. Единственное, нужно что получить? Нужно иметь диплом, нужно получить образование, нужно работать, нужно добиться, нужно что-то продвинуть. Что мы скажем? Ну, а для чего? Смотрите, сколько-то... Мейловы, знаете, ну, неспособны. Пусть идёт вешиву, всё равно ничего у него, пусть идёт там, это самое жалко. А вот способный, который, смотри, он докторскую мог бы сделать. Чего он пошёл тут? Чего он туда пошёл? Ставим, это самое жалко. Такие мозги, смотрите, знаете, как один зашёл вешиву, один тоже один. Увидел там таких ребят, видел, как они спорят, поговорил с одним, говорит, ну, ничего себе. Казалось бы, все подумали, вот он в таком восторге, а у него мысли были какие, смотри, тут сидит 200 программистов, и никто не работает по специальности. Понимаете, это всё его волновало, что он... Мозги есть, но они, смотрите, на что используют, но совсем другое. Для того, чтобы выяснять вопрос, как он тут поставил в первое. Что поставил в первое нам сам Рабейну Бахи? Он говорил, что самое основное, чем должен заниматься? Для чего тебе мозги, для чего тебе разум нужен? Одна из них состоит в подтяжении того, что есть мудрый творец. И дальше он начинает перечислять. Существующий вечно, единый и единственный, предшествующий всему, всемогущий, не вмещающий ни в какой рамке пространства и времени, стоящий выше всех мероприятий. Па-па-па-па-па-па-па. То, что мы с вами учили, то, что сейчас разберём. Видите, оказывается, приоритеты, они совершенно другие. Действительно, такие хорошие мозги, смотрите, и уплыли куда? В вешиву. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая утрата современной науки? Понимаете? Для самого... На самом деле. А ну давайте подумаем, что называется, ещё один раз. Всегда стоит, всегда после того, как мы подумали, всегда стоит снова ещё раз подумать. А для чего тебе это? Да ну, разум-то да. Надо последовательно рассуждать. Всего лишь нам всё. Если мы и стенки, помните, мы говорили, да? То есть, молекулы бились-бились, и в люди выбились. Всё это. В мире есть только случайность, вообще никого, всё-всё. Тогда и вопросов нет, вообще вопросов нет. Делай, что хочешь. Вообще нету ни смысла, ни никуда, ничто. Разум. Естественно, ну, используй для своего... Богащение, удовольствие, завтра умрёшь. Всё. За это всё закончилось. Ну, если уже человек говорит, секундочку, есть Творец, есть Творение, у нас она большая, у нас проблема в том, что мы иногда, даже принимая еврейское мировоззрение, принимая, что есть Творец, но мы это как-то по дороге забываем. И начинаем уже думать вот в других рамках. А если уже сказали «а», то мы должны сказать, и по-русски «я» называется, то есть уж «б» точно надо сказать, это надо сначала и до конца быть, последовательно всех рассуждений. Если есть Творец, он творение, и он нам дал разум, то для чего он нам дал разум? Есть Творец. В первом делом. Для чего? Для того, чтобы заботиться о себе. Какой смысл заботиться о себе, если они знают, для чего я живу, и кто меня сотворил, и что меня ждёт после этой жизни? А ясно и очевидно, должно быть, для каждого из нас, что если мне дали разум, то в первую очередь я должен воспользоваться для познания того, кто мне дал эту жизнь. Для познания того, кто мне этот разум дал. Почему? Потому что явно, что мой разум, который не существует тут, в этом мире, обратите внимание, он вообще тут не находится, он не соотносится, а цельность разумности, она вообще не соотносится с раздробленностью материальности этого мира. нету, все наблюдения за мыслями человека только показывают, что где-то эти мысли находятся, где-то между нейронами, они где-то там находятся, деятельность происходит, что-то так сказать, а где-то находится мысль, где она, в чём она, каким образом мы мыслим, почему она существует, никто не может не обнаружить, не знать, не знать даже приблизительно, в какое направление это искать. Оно не обнаруживаемое? Почему? Потому что оно не соотносится вообще с количественными категориями, оно не дробится, оно имеет свою цельность. Так откуда она взялась? Значит, разум, он дан нам был явно из того места, где есть источник разумности, то есть, там абсолютный разум, от него, по образу и подобию, мы и получили, как разум есть там, так есть разум, и такой ограниченный, есть у нас. Значит, первым делом, что мы должны сделать? Познать источник, откуда мы вообще получили эту трассу. И вот, об этом и речь, тут идёт речь. То есть, мы сделали некое вступление, сейчас можем теперь читать, что пишет нам Рабейну Бахи. Итак, первое, что одна из них состоит в постижении того, что есть мудрый Творец. Видите? Это первое, что нужно сделать. Первый шаг, первый шаг, который есть. Первый шаг. Это познание Творца. Если уже есть у нас разум, если у нас есть разум. Кстати говоря, мы уже говорили это, я не помню, говорили или нет. Молитва наша, вы обратили внимание, что начинается сразу, надо было вместо этого начать. Ну, сейчас вспомним. Помните? Молитва наша, молитва, да? У нас есть как? Молитва еврейская состоит, да, эти 19 благословений, есть первые три, это как бы восхваление, а потом начинается просьба. То есть, это сама молитва вот там начинается. Какая первая молитва, какая первая часть молитвы? Атахуна и Адам, да. Что мы просим? Мы просим, дай мне разум. А почему разум? Спросите человека, что он хочет? Деньги. Но почему он хочет деньги сразу? То есть, в принципе, если мы говорим, проси, что проси? Деньги давай. Все, деньги давай. Это отсутствие разума. Потому что, а что тебе помогут деньги? Сейчас заболеешь, и тебе деньги не помогут. А, понял. Спасибо. Значит, буду сначала здоровее, а потом деньги. Пришли внимание. То, мы говорим, тоже от разума тут не работает. Почему? Начнется война, не поможет тебе не быть здоровым, деньги не помогут. Убьют. О, верно, правильно, значит, надо, что важно, надо, надо, за что молиться. Сначала надо, чтобы был мир, чтобы было тихо, спокойствие, потом здоровье, а только потом деньги. О, я понял. Ну, секунду, нужно, что для того, чтобы это ты понял, что тебе нужно. О, разум нужен. Поэтому начинается все сразу. А только как есть разум, обратите внимание, и в молитве у нас не идет сразу, давайте за мир, здоровье, это тоже не идет. А тут, как только разум получил, вообще это сдвинулось место. И на какой ответ? И в молитве приходит к такому же результату. Первым делом, после того, что мы молимся, просьба, верни нас к Торе, сделай нам Чуву. Как только сказали слово Чуву, тут же сразу в грудь, ой, прости меня, что я наделал. Как только мы первый разум получили, это первая реакция, которая есть. Первая реакция на то, что разум появился в нас, это не деньги, карьера и все прочее. А научи меня Торе, научи мне истинной мудрости, чтобы я вел себя достойным образом, как еврею положено. Это Чува, все, что связано с Чувой. Только после этого, ну, сейчас, чтобы был мир, чтобы был то. Значит, первое, что действительно, как тут и написано, что тут написано, что нужно постичь, в первую очередь, самого Творца. Действительно, что есть мудрый Творец, существующий вечно. Снова мы повторяем, это не наша тема, не будем сейчас в него входить, мы ее обсуждали. Тут он перечисляет то, что разум наш, вот этот разум взрослый, разум абстрактный, он должен в первую очередь углубиться в это. Это понятие очень высокие, духовные. И если уже посвящать, если уже делать усилия разумные, то в первую очередь в этой области. Итак, о том, что если есть Творец, то он, по определению, должен быть, его существование, оно вечно, в отличие от существования, всего, что он породил, оно временное. Он единый, естественно, что Творец, он един, и он единственный, иначе он не будет Творцом, совершенным, абсолютным, абсолютным совершенством, абсолютной простотой обладать. Это может обладать только один-единственный, пришествующий всему, то есть, он начало всему, он причина всему, он первопричина всему, и нет никакой причины, первопричин не может быть до неё, потому что сами причины были сотворены этой первой причиной, поэтому и до него ничего не может быть. Он всемогущий, потому что от него всё исходит, всё творение, оно, как находится, что называется, в его руках, так как из него всё это изошло, невмещаемо ни в какие мраки пространства и времени, так как он сотворил пространство и время, значит, он вне этих рамок, вне времени, вне пространства, вне материи, стоящие выше всех мер, определений, и всего, что способно вместить их мысль. Милостливый и милосердный, теперь отсюда и дальше он переходит уже к качествам, связанным с Ашгахаташем, одно дело, это то, что он как творец, а сейчас он как управляющий этим миром. Он милостливый, милосердный к своим творениям, благотворящий, не похожий ни на что другое, ни на что другое, не может уподобиться ему. То, для чего нужно снова, основная мысль не в том, чтобы знать, это не тема, которую он сейчас поднимает, а только первое, разум, если есть у нас, то надо их использовать для прояснения именно этой темы, в первую очередь. другая ступень, он говорит, что это в первую очередь, во вторую очередь, что состоит в осознании нами мудрости творца. В принципе, это тема всех наших занятий на протяжении уже многих, 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 многих недель. После того, как мы поняли, что есть творец, давайте мы обратимся к проявлению мудрости в этом мире. Если он нам дал разум, то давайте обратим на него внимание. Мы уже говорили об этом, снова напомнилось, что это подобно. Это подобно на то, как, представьте себе, есть могущественный царь, и у него есть один-единственный сын. Можете представить, что у этого сына есть всё. И вот Вадим, на его день рождения отец решил подарить ему, скажем, на бармитство, я знаю, на какой-то юбилей, на важный какой-то день рождения. Он решил подарить ему какой-то подарок. И вот он задумал подарить ему что-то необыкновенное, у него же и так всё есть. И что он сделал? Он захотел подарить ему, собрал всех мудрецов, какой-то сад. Но не просто сад, а такой, где заложено было много-много мудрости. Много мудрости. Каждое дерево что-то совершенно другое там и внешнее, и несёт какие-то, я знаю, лечебные свойства, и другие вкусы, и там земля полна всякими разными минералами, всякими разными полезными, ископаемыми, и там какие-то птички необыкновенные, которые только в этом месте есть, и вода обладает каким-то... Вложили в это необыкновенную мудрость, которая есть, вложили, вложили, там год готовили, предположим, под руководством самого царя этот царь. пришёл день рождения, и вот отец говорит, сын, сын, дорогой мой, хочу тебе подарок дать, подарить дай ему. Что за подарок, папа? Он говорит, идём, покажите. Приходит, снимает занавес, смотрит, ух! Я говорю, ёжи, какой сад! Ну, теперь сколько? Два варианта есть, как вы понимаете. Один вариант у нас, так сказать, очень неудачный, это сына такого, который не очень, скажем так, на уровне, достойном своего отца, который зашёл в этот сад, посмотрел, да, так сказать, сделал так, и говорит, папа, молодец, хорошо поработали тут, надо это самое, да, а что, секундочку, у меня вот тут встреча, да, и пошёл со своими, этим, жизнью своей, и в другое место, там, там сёл под дерево, чем-то занимался. Пап, спасибо! Отлично, отлично, отлично. Скажите, как будет реакция папы? Кажет, это мой сын? Я в клаже вложил тут мудрость, у которой есть у нас, всё, что я знаю, и всё, что мудрецы моего царства знают. А он даже не пытался поинтересоваться, есть ли папа, у которого всё есть, даёт ему такой сад. Значит, там что-то заложено, колоссальная мудрость, и ты даже не попытался её понять, поискать хотя бы, хотя бы сделать это усилие. представляете, какой будет горесть у отца по этому поводу. Можете понять, что точно так же творец, сотворил на нас мир. Только сейчас человечество всё больше и больше понимает, разбирает, сколько мудрости вложено в это со всех сторон. В землю, в воздух, в воду, в жидкость, вообще со всех сторон, только всё и больше, и больше, начинает понимать только всю глубину, всю невыкновенную мудрость, которая есть. Неужели мы это не разберём, не увидим, не всё добро, которое есть, которое... Естественно, что сейчас дойдём до третьего, где действительно вот это всё разбирается, и там поднимется вопрос, что человек всё это увидит. Он придёт в этот сад, он обнаружит там о том, что у этого дирва есть такое свойство лечения, а тут вот такие минералы, которые скажет, и что он скажет? А, царица природа. Это не папа. Да это само по себе. Папа просто тут воткнул тут дерево, там дерево, а вот природа, да, вот она... А что за природа? У нас есть такое, знаете, любят очень всегда царица природа. Природа очень мудра оказалась. Откройте книги по биологии или статьи, связанные с этим. Такие атеистические, серьёзные труды, которые есть, они полны восхищения природой. Природа этого добилась, этого добилась, она построила такое, с этого начинка. Всё, природа, она, оказывается, просто обладает колоссальной мудростью, невозможности даже представить природу. Но её не зовут Бог, не дай Бог. Нельзя. Это запретная зона мышления. Природа, она может быть. Это нельзя. Запрещено, так думайте, идеология. Так вот, возвращаясь к нам, Творец дал нам такой мир, полный, полный мудрости, полный добра для нас. Ну, так что, мы не должны искать и видеть в этом. Обратите внимание, это идёт третьим пунктом. Сейчас мы снова дойдём до него. Другим достоинством разума является то, что благодаря ему человек приобретает для себя и постигает и так далее. много другого он тут перечисляет и включая и вот эти достижения научно-технического прогресса. Но перед этим он хочет нам показать, что разум существует для чего? Что ещё до того, как ты обнаружил эту всю мудрость, которая заложена в недра земли, во всю атмосферу, не знаю, вокруг, во всю эту природу, вокруг закону, обрати внимание на добро. Видите? Добро этого, что нам дано. Мы не могли, не обязаны были иметь ни уголь, ни все эти полезные оскопаемые, которые есть. Кто сказал, что они должны были быть? Почему они должны были быть? Как они есть? Они могли быть и не быть. Нет никакого ответа, почему они есть. Почему таблица элементов Менделеева должна была бы, знаете, до сотни плюс, сколько тут есть этих реальных, которые есть, и вообще этих реальных очень мало, которые большинство, и всё остальное редкие, редкие, редкие эти металлы. Почему они должны быть? Как оно остановилось на сотни? Могло остановиться и на 14 углерода должен быть, иначе вообще жизни не будет. А кто вам сказал, что нужно было больше углерода? Всё, достаточно. А почему есть? Есть, нет, мы не знаем почему, просто есть. Добро. Обрати на это внимание. Итак, он говорит, другая степень состоит в осознании нами мудрости Творца, Его всемогущества и милосердия, которые Он являет нам в этом мире и в понимании нашей обязанности служить Ему так, как Он достоин того, соответственно, величию Его и тому благу, что Он творит всему миру в целом и каждому из Его творений в отдельности. На это обрати внимание. В первую очередь, на то благо, которое Он нам даёт. Подготовь себя к этому, увидите весь этот мир. Будь учёным, пожалуйста. Типа как Ньютон, Сак Ньютон. Он был человеком глубоко религиозным, кто знает, работа на тему теологии у него написано гораздо, гораздо больше, чем естествознание. Его он там был известен больше как теолог, чем учёный на то время. Он весь видит мир, только исключительно как руку Творца. А как Творец управляет этим миром? Он и пробудился вообще из того, что самая демона-теизм, она заставляет человека думающего понять и разобраться. Каким образом из одного источника всё вместе, это противоположности этого мира сосуществует и как всё это в гармонии находится. Это то, что Толкало и Ньютон он пишет об этом, Глеза Паскал и многих других учёных, которые были очень религиозны, по сути. Продолжает Рабейн Бахи и говорит, также посредством нашего разума мы обращём веру в истинность и в божественной Торы, которую он дал нам через пророка своего Машейта. И ещё следующее, а для чего нам нужен разум? Вот, выяснили, что есть Творец. Благо, которое он нам делает, надо обратить внимание на его мудрость, на его милосердие, что нам это было дано. Также разум нам нужен ещё до того, как приобрести основы своей веры, кроме, как мы сказали, понимания реальности Творца. Следующее о том, что Творец не оставил своё творение без какой-либо связи. Должно быть что-то, что и соединяет Творца и Творение. Значит, посередине что должно быть? Какой-то переходник. Должно быть что-то связывать. То есть, должна быть та инструкция для творения, которое дал нам сам Творец. Что это есть? Есть Тора. Значит, надо разум использовать для того, чтобы прояснить истинность Торы. Это отдельная тема. Снова, он туда не входит, говорит только об этом одним словом. И, без всякого сомнения, это тема, которая требует прояснения. Для этого тоже разум надо использовать. И тут он переходит к третьей основе иудаизма. Обратите внимание, это незаметно совершенно в самом тексте. Он его выстраивает точно по трём основам, которые есть иудаизм. Первое – это реальность Творца. Второе – это то, что Тора Минашамаем, да, то, что Тора была дана нам Творцом, и она является инструкцией для нас жизни, для чего жить, определяет. И третье – это Ашгахат Ашем, это провидение Творца. Сахар Баоныш. Правосудие и наказание, поощрение. И он продолжает и говорит, для того разум нужен для того, чтобы это осознать, о том, что Творец был самым призывает его в свой час на суд и строго спрашивает за всё, что он сделал в своей жизни. О-о-о! Ай-яй-яй-яй-яй! Это, представляете, что нужно человеку сделать? Человеку надо иметь разум, чтобы понять о том, что после того, как он купил продукты в магазине, в супермаркете, особенно, да, там интересно, раньше магазины были, помните, как были раньше магазины, стояла продавщица, был, вот, первен, прилава, продавщица и покупатель. Хотел купить что-то, заплатил, заплатил, получил. Это какое-то, мир такой прямого правосудия, невозможно что-то получить, чтобы заплатить. Смотрите, что в мире, какой прообраз возник новый, супермаркет. А что это такое? Там он не просто так построен для удобства, там построен очень, очень, очень хитроумно, да. Ходи, посмотри. Вообще, человек любит смотреть витрины, видит, любит новые товары, пощупать их, просто глаза, радует, такое обилие. Дают ему такую большую агала, агала, как его? Коляску. Теперь, давай, ощущение, все бесплатно. Все бесплатно. Человек, взял то, это, наврал коляску, наврал, все, что глаза видели. Все, что глаза видели. Большинство, большинство людей покупает то, что им не нужно, чтобы вы знали. Почему? Ну, я уже тут. Или, например, так как он очень хочет быть обманутым, то всего лишь там всё. А, ты хочешь, давай. Ну, значит, называется мевца. По-русски снова как это? Скидки или что? Типа это. Распродажа. Как только распродажа? Не, ну это уже грех не купить. Я же не могу не купить. Ну, вам это надо? Не, мне это не надо, но смотрите. Ну, это цены упали, я же не могу теперь не купить. А то, что эти цены уже включают в себе уже всё, что там уже они только знают. Ну, никакой там это распродажа. Ну, распродажа действительно осуществилась, потому что я же не могу не купить. Это же такое вот, это же я пропущу. Симбиоз желающих быть обманутых и обманщиков всегда работает очень хорошо. Где, к чему вся эта нам сцена супермаркета? Она вся, всё очень хорошо, всё прекрасно. Просто можно наслаждение, да ещё можешь себе музыка, знаете, покупаешь. А, есть плохие люди. Они всегда сидят на выходе. Они что требуют? Заплати давай. Заплати. Не заплати, всё, поставь туда, ещё опозорить им, не знаю, это заберёт. Так и тут. Есть люди, которые ходят в супермаркете, не понимая, что надо на выходе платить. И что дальше, что они заплатят? Нужно, чтобы иметь какую-то сумму в банке, чтобы это погасить, верно? Ну, не понимают этого. Есть люди, которые это скажут. Ну, нету, минус, всё, всё, всё равно куплю вообще. Не связано с другим. У них нет разума, не пользуются. Кто с разумом понимает, что нужна оплата, нужно то, нужно это, зарплата, то, нужно... Так и человек в этом мире должен помнить о том, что жизнь короткая. Она проходит очень-очень быстро. Все люди в возрасте 70-80 лет, так утверждают, даже 60-летние, жизнь прошла, как одно мгновение. Молодой человек всё время ходит с ощущением, что вся жизнь впереди. 30 лет впереди, 40 лет впереди, и люди живут долго. 50, псс, ещё успею. 60, задумался. Друг обратил 70 лет, обратил внимание. Вообще, как одну секунду прожил уже. А когда начнём жизнь, собственно говоря? Как одну секунду. И что ждёт? Возьмите, знаешь, скоро-скоро встреча. Ну, так ты не будешь думать о том, что у тебя ответственность, сейчас тебя спросят. И там в первую очередь спросят, знаете, что... Секундочку. Знаете, есть, которое описывается о том, что самое большое страдание, которое происходит с человеком после того, как его душа, она выходит из тела. Это шок. Полный шок. Что вообще то, что эти начинщики рассказывали, это правда. Это мягко так, знаете, так сказать, образно. О том, что есть совершенно другой мир, и что оказывается, что он несёт ответственность за все свои поступки, за всё, что было, и всё, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это колоссальный шок, который испытывает душа. И первое, что его спросят... Секундочку. Что ты в таком шоке? Что случилось? У тебя что, разума не было? Есть люди, которые лишены разума. Тот же, кто лишён разума, лишён вместе с ним всех человеческих достоинств. Верно? У него нет заповедей. Ему нет награды. Но зато и нет ни наказания. Животным нет ни таких, ни таких умолешённых. Не наказывают. Не дай вознаграждение. Всё. Своя роль в этом мире была. Но тебе же дана была эта разумная возможность в этом мире понять, для чего ты живёшь, почему я не использую. Это первое, что спросят. Разум-то был дан. Для этого нужен разум. Так говорит нам Робин Бахьян. И вот только третьим пунктом он говорит, а сейчас, после того, как я понял, что есть Творец, который дал мне этот разум. Второе, выяснил этим разумом все три основных принципа, которые эти есть, построены все наши мировоззрения. Мировоззрение и реальность Творца, и связь наша с Творцом через пророков, и управление Творцом этого мира. О, для чего разум сейчас? Другим достоинством разум является то, что благодаря ему человек приобретает для себя, постигает все понятия. Обратите внимание, он идёт по порядку. Сейчас он дойдёт до научно-технического прогресса. Но он начинает, в принципе, секундочку-секундочку. Ещё до того, как. Для этого ты должен что-то приобрести? Он говорит, какие понять? Наглядно-чувственные, так и относящиеся к сфере интеллекта. Как вы понимаете, это что наглядно-чувственные, что это значит, имеется в виду? Это сейчас называется, знаете, эмоциональная интеллигентность. Интеллекта, это называется IQ. Это интеллигенция разумная. То есть, разные виды интеллигенции так сейчас обнаружили в этом мире. Вдруг не обнаружили. Присмотрели, присмотрели, обнаружили. То есть, это развитая душевная часть и развитая разумная часть. То есть, разум поможет нам и в том, и в другом. Дальше. При помощи разума он постигает явление, ускользающее от его телесных чувств. Даже если какие-то проявления, этих явлений ему заметны. Действительно, как мы сказали, есть у него чувственное восприятие. Мы смотрим на небо. Что мы видим? Звёзды. Какие звёзды? Большие или маленькие? А? Точечки светящиеся. Что это не так? С точки зрения восприятия ребёнка, то есть, чувственное восприятие какое? Точечка. Ну, вдруг мы начинаем понимать, разум начинает понимать, что на самом деле эти точечки, ууу, это огромные звёзды, которые ему надо же представить. Это что-то огромное. То есть, а разум позволяет нам постичь явление, ускользающее из его телесных чувств. Сейчас все сидят. Хорошо сидите. Двигаетесь, двигаетесь. А? Вроде нет. Сидим вроде устойчиво, хорошо, никто ничего не двигается. Это нам говорят, это чувственное восприятие говорит. В полном всё, сижу, сижу хорошо. А что разум нам говорит? Кое-какое, какое-какое. А Земля, что она вокруг своей оси не двигается? Конечно, двигается. Значит, мы двигаемся. Причём это такая, знаете, это не просто так, а такое сложное движение. Плюс сама эта Земля вертится вокруг Солнца. Да, или наоборот, неважно. А вся Солнечная система где-то там тоже ещё... Мы в таком сложном движении. Но это только разум может понять нам. И так далее. То есть, всё, что мы можем ещё раз, ещё раз разобрать, понять. Достоинство разума, оно великое, как мы сказали. Оно способно выйти за пределы чувственного восприятия и понять общую картину. Это то, что он говорит. «При помощи разума человек сумеет отличить истину от лжи». Уай-вай-вай. Сейчас он ещё дополнительно говорит. Секундочку. Для того, чтобы жить в этом мире, для того, чтобы жить среди людей, в коллективе и так далее, с одной стороны, или просто в понимании этого мира, мне нужны какие-то определённые категории мышления, которые должны быть развиты. И вот он перечисляет. «При помощи разума человек сумеет отличить истину от лжи, избыточное, а недостаточное, доброе, дурное, достойное одобрение от предсудительного, и то, что должно произойти от того, что может быть, а может и не быть, и от того, что никак не может быть». Вай-вай-вай-вай. Все категории мышления человека, его простой логики. Тут он говорит, что человек постигает посредством разума. Как отличить истину от лжи? Я надеюсь, каждый из вас понимает, что в материальном мире не находится ни истина, ни ложь. Представьте себе, что мы будем искать мозгу нашу. Будем делать всякие разные исследования. Там не находится категория ни истины, ни лжи. Она принципиально не может находиться ни в нейронах, ни в молекулах этих нейронов. Там нет ни истины, ни лжи. Кто помогает нам достичь этого только разум? Он тот отделяет и определяет, согласно законам логики внутренних, которые снова установлены нам Творцом. Это истина, а это ложный. Разум сопротивляется противоречию, не допускает ему болит. Как телу болит, какое-то что-то, что на него давит, или что-то причиняет ему боль. Так разуму болит, причиняет ему боль. Логическое противоречие. Что-то тут не то. Разум позволяет ему отличиться на лжи. То же самое доброе, дурное, добро и зло. Понимает, есть у него критерии. Согласно них он понимает, это добро, а это зло. И все остальное, все остальное, жизнь тут, я надеюсь, все хорошо это сами понимают. И только после этого он приходит постепенно к тому, с чего мы начали. Что? Силы разума человек подчиняет животных, заставляет их работать на себя, использует их для своих нужных потребностей. Он начинает с этого. По-видимому, если бы книга была написана в нашем веке, то начали бы, по-видимому, каких-то технологических сразу же успехов. А на самом деле огромный технологический успех в прошлых времен состоял в том, что человек подчинил себе животных. Вы обратили внимание, что вообще в животном мире такого явления нет? В животном мире одна группа животных поедает другую. Кошка, она ест мышей. Но никто не обратил... Но никогда мы не видели, что кошка с котом, да. Они подчинили себе мышей. То есть, они никогда, так сказать, откуда обратился к этим камышкам и сказали сказать, смотри, притащи мне оттуда кусок, а я тебя не съем. Они не управляют, они их едят. Это их не о пище. Но нет никакого управления. Человек единственный, который единственный в этом мире, который, как мы сказали, видите, он последовательно подчинил себе всё. Он подчинился всё вокруг себя. Во-первых, как подарок своё тело, разум, значит, он управляет своим телом. Потом человек научился зажигать, ему показалось, как зажигать огонь. Огонь появляется, потушить его. Потом для своей пользы технология, первейшая которой была, это подчинение животных. Была какая-то волк, да, и вот приучили быть, знаете, собакой постепенно. Были какие-то дикие лошади, и их обуздали, и стали лошади, которые мы знаем, которые тянут спокойные такие, не бешеные какие-то дикие. А вот такие, которые мы видим, верблюды. Человек их подчинил на свою пользу. Силой разума человек подчиняет животных, заставляя их работать на себя, исполняя их для своих нужд и потребностей. Всё-всё-всё, во всяких разных этих овец. Почему нам нужно их для того, чтобы… Шерсть, необходима шерсть, да. Кожу их не нужно. Тоже используют это. И всё остальное, всё остальное. Что дальше? Он… Силой разума он изучает положение светил на небе, определяет расстояние между ними, изучает движения их по орбитам, постигая меры и способности сопоставления в точных науках. Понимаете? Сейчас только он дошёл до следующего этапа. Ещё тогда вот этого технологического прорыва не было. А было только довольно-таки умозрительное понимание. Основное находилось именно в области астрономии, медицины, где было какое-то понимание, как устроено, я знаю, там, звёздное небо, и взаимоотношения между ними. И он приводит пример, который сейчас уже очень устаревший, что можно воспринимать светило просто на уровне чувственного восприятия, а можно и как разума, того самого больших мозгов, которые вдруг начинают понимать о том, что на самом деле, каким образом расположены звёзды, каким образом планеты, и как они соотносятся друг с другом. А со временем вообще даже стали вычислять, как известно, по тому, как была вычислена траектория движения планет, вдруг выяснилось, что кто-то влияет на эту траекторию, и предвидели появление существования другой планеты, которая может влиять на это, и с развитием оптики оказалось, что действительно так оно и есть. Оказывается, разум человека может выйти совершенно за пределы чувственного восприятия, и может понять и открыть этот мир. И мы сейчас видим, что разум человека достиг невероятной глубины постижения этого мира. Невероятно. До такой степени, что разумный человек, учёные, они говорят уже о том, каким образом мир был вообще, каким образом он появился, говорят о большом взрыве, о миллиардах лет, которые произошли, которые вот-вот-вот-вот-вот-вот мы как результаты этого большого взрыва. Они даже научились уже, а уже даже осмелились спрашивать вопрос, который раньше был запрещен. Откуда этот взрыв появился? Что было до него? Откуда так появилось много энергии, которой до этого не было, а теперь её так много оказалось? Пытаются даже тебе дать ответы, построить теории невероятные, космологические, которые могут это описать. Это величие, которое невероятное, которое есть в этом разуме, который способен выйти за пределы этого мира и вот как постигать всё шире и шире, и шире, и шире, и шире этот мир. Это то, что и Творец хочет от нас, в ни всяком сомнении. Единственное, что есть приоритеты во всём этом. Нужно ли постичь весь мир во всём своём величии? В ни всяком сомнении. Нужно ли изучать тот сад, который нам Отец подарил? Конечно же, нужно. Но секундочку, нужно до этого понять и осознать, кто твой Отец. Надо сначала признать изначально добро, которое Отец делает с нами, даря нам этот сад. И естественно, что как хороший сын я должен исследовать этот сад. Почему? Потому что мой Отец так вложил много мудрости в него. Тем самым, это будет моё признание добра, которое он мне дал. Кроме того, что я буду пользоваться этим. И завершает нам Рабин Убаха и говорит, «И точно так же все прочие человеческие качества, если только всмотреться в них, предстанут перед нами как образец совершенства и полезности, как это мы видели на примере разума». Теперь отсюда и дальше он только намекает нам на огромную тему. Мы с вами разобрали всего лишь навсего только разум. Верно, разум, он основной, он центральный, он, в принципе, основа всему. Обыкновенно важно понять и разобраться именно в этой области. Но кроме этого, мы знаем, что у человека есть огромное количество дополнительных составляющих человеческой души. Обратите внимание на них, и вы увидите, только разбирая глубже, что все они – великое благо для человека. Иногда нам кажется, что это для нашего зла, но если только мы умеем чуть-чуть управлять им, всё выяснится наоборот. Оказывается, всё, что думали, что это для зла, всё это для добра. На этом мы тут остановимся, потому что отсюда и дальше Рабей Нубахи уже обращается к дополнительному благу, который Творец дал нам. Это благо речи. Благо речи. Ну, об этом уже поговорим в следующий раз. Всего доброго. В следующий раз. Есть вопросы, которые… Вы упомянули, что воображение как бы противостоит разуму. Но ведь иногда говорят, что есть это достоинство, творческое воображение, когда человек может как бы тоже вознестись как бы над некоторыми аспектами реальности. Как снимается это противоречие? Это изначально противоречие не существует, потому что самая разрушительная сила, которая есть в человеке, которая является вызовом его, это воображение его. Почему? Потому что она как необузданный мустанг, она может унести человека вне реальности этого мира. Он может жить в мире воображения, в мире… Но точно так же, как этот мустанг в этом образном сравнении, да, он обладает колоссальной разрушительной силой столько времени, сколько он сам по себе. Но как только его наездник оседлает, тогда он такое получит, он такую пользу принесёт. Поэтому всё творческое начало, оно построено на этом воображении. Но только для этого нужна сила разума, которая сможет его держать под контролем. Поэтому все творческие люди, обратите внимание, у них такие, знаете, запоями всё шло. У них не шло. Почему не шло? Они могли месяцами ничего не делать. Почему ничего не шло? Почему? Потому что сила разума, она слабенькая у них. Это вообще люди были такие мечтательные, и так далее, да, да. И поэтому они жили в основном воображение, в удовольствие. Но у них сила всё-таки, эта творческая, она была, накапливалась, накапливалась. Пока, вдруг, в один момент разум, он, так сказать, ждал своего момента, оказался более сильным. Брал по контролю воображение, они в течение там нескольких дней, недель выдавали на гора то, что, не знаю, там, месяцами это ждало их. С другой стороны, есть люди творческие, которые держат под контролем разума, полностью себя, которые способны, я знаю, там, писатели, которые способны, ну, были не как сейчас это, а раньше были на машинке, или просто даже пером писали, прямо писать целые книги сразу же, сразу, без исправления. Какой-то самоконтроль и так далее. Снова это было возможно, только когда сила разума держала под полным контролем воображение. Воображение работало, как крылья. А разум, как двигатель. Так, Моно. Композиторы, может, каждый раз, они не пользуются своим воображением, когда они пишут музыку? Конечно, пользуются, мы об этом и говорим. Это без него, это ничего не получается. Единственное, что, если не будет разума, который в рамках будет держать все это, они ничего не напишут. Они будут просто метаться от мысли к мысли, от звука к звуку, и так и не смогут усесться и ничего не написать. Нужен контроль разума над воображением. Надо очень сильное воображение. Но точно такими нужно иметь силу разума, чтобы держать это под контролем. Можем вопрос. Вы, в основном, говорите, бросили себе кассеты. Если ты о чем-то молишься, что-то просишь, то ты воображаешь, что это как-то уже произошло. Если я молюсь о том, что сын взял чулу, так вот представляй его... Очень хорошо. О, вот это пример, как мы берем необузданное воображение и используем ее, что называется, в мирных целях. Мы, Кен-Кен, конечно, мы это... Это есть контроль над воображением? Есть... Контроль над воображением это ключ вообще к нормальной жизни. Если мы научимся контролировать свое воображение, наша жизнь полностью меняется. Вся проблема, что мы 99% своей жизни, а есть, которые считают, даже больше проводим, вот их, в нереальном воображаемом мире. Нет, во время хирургии, допустим, вот такое... Кен-Кен, я вас понимаю, хорошо. Нормально. Нормально. Ну, так и советуют. Ну, если советуют, так тем более. Смотрите, институт, это такая... Тедр, это... Берахават, шлахався, кольтер, бей.